Двое суток в пути и три с половиной тысячи километров позади. Спецвагон с долгожданной лампадой прибывает на первый путь Барнаульского ЖД вокзала. Вечный огонь выносят офицеры и курсанты Барнаульского юридического института. Прибывших встречают на ура. За счет 22! 22! Ура! 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 Частичку пламени перевозили офицеры Роман Литвиненко и Павел Савельев. Именно им выпала честь участвовать в церемонии передачи вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве и сопровождать пламя в купе поезда до Барнаула. Рассказывают, что пассажиры проявляли к сопровождению огня большой интерес. Огонь всегда был под присмотром и без внимания мы его не оставляли, потому что в вагоне были обычные граждане, которые им тоже было интересно, но все равно видели, что какая-то свеча горит и интересовались, и чтобы, не дай бог, не задуло сквозняком или кто-то не залез случайно. Поэтому всегда присматривали за ним. Огни ничего не угрожало, смены проходили, все контролировалось, все было под надежной охраной, защитой. Переполняла, получается, гордость за то, что именно я, получается, ездил и был, как бы, привлечен в это мероприятие ответственно, потому что данное мероприятие происходит, наверное, один раз в жизни зажигается огонь. Слушайте, это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте. В пантеоне курсанты почетного караула зажигают факелы от частицы вечного огня. После направляются к горелкам мемориала. И зажигают огонь. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Это для нас исторический день, потому что вечный огонь – это вечная память. Поэтому отдается дань и у вечного огня в Москве сегодня, и сегодня здесь мы отдали дань нашим павшим соотечественникам. Вечный огонь в Барнауле зажгли 9 декабря, в День Героев Отечества. С этого дня ярко-желтое пламя будет гореть вечно в память о подвигах наших земляков. Участники торжественной церемонии – губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, почетные гости, ветераны в рамках торжественной церемонии зажжения вечного огня возложили цветы к памятной скульптуре прощания и монументу павшим героям. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.